Во-первых, группа «Соцгород» вела свое исследование вокруг, я скажу, шестого микрорайона, как некого образцового примера машины для жилья. И для начала нам нужно обосновать вообще термин «машина для жилья». Термин «машина для жилья» был, как его придумал Ле Карбезье, и вообще я бы хотел зачитать цитату из его книги «К архитектуре» 1923 года, в которой он объединил первосновы своей концепции, которая объединила техницизм и рационализм. Великая эпоха наступила. Индустрия, неудержимая, как река, сносящая плотины, приносит нам новые средства, которые отвечают новому духу этой эпохи. Проблема дома — одна из проблем эпохи. От ее решения зависит социальная равновесие. Крупная индустрия должна заняться домостроением и поставлять серийные элементы домов. Надо создать дух серийности, стремление строить дома сериями, стремление жить в домах-сериях, стремление мыслить о домах как серия. Разумеется, для принципиального значения, для объединения прогрессивных тенденций, концепции Ле-Карбюзье, для него было очень важно установление контактов с рождавшейся архитектурой социалистического общества, в котором и проявилось дальнейшее сотрудничество Ле-Карбюзье и большого количества советских архитекторов. Также можно вспомнить пример концепции Ле-Карбюзье о лучезарном городе, который представлял собой проект реконструкции Москвы. На слайде отражены основные идеи Ле-Карбюзье, которые выдвигались им в течение периода с 1923 по 1933 год. В 1933 году состоялся международный конгресс современной архитектуры, в рамках которой были изучены 33 города. И на этой конференции Ле-Карбюзье была составлена концепция 111 пунктов, которая называется «Афинская хартия». 111 пунктов включали в себя градостроительную концепцию функционализма. И вообще вся работа представляла собой некий свод правил, которые открывали большие возможности для архитекторов-ремесленников в вопросе планирования. Также одним из важных принципов концепции Ле-Карбюзье была художественная выразительность жилого комплекса, которая выражалась группировкой зданий. Позже этот принцип получил большое противостояние, так как он исключал некие индивидуалистические проявления творчества архитекторов. Также очень важным фактором является композиционная открытость жилых комплексов. Это подтверждается тем, что изначально заложенная открытая планировка шестого микрорайона в Бишкеке до сих пор продолжает уплотняться. То есть благодаря именно изначально заложенной открытости. И очень важный фактор — это строгость архитектурных форм, которая является демонстрацией плодов научно-технического прогресса на фоне природы. И противоречивым этому заявлению Ле-Карбюзье является нынешнее представление о городе, как о неком живом существе, которое живет отдельно от человека, от человека, живущего в городе. Ну и для реализации этой концепции немаловажное значение имело строительство, развитие крупнопанельного домостроения, прошу прощения, индустриализация строительства, которая упрощала сроки, укорачивала сроки строительства жилых домов. То есть мы видим на фотографиях, в принципе, уже реализованные микрорайоны, которые, в частности, микрорайон номер 6 был завершен в течение года и нескольких месяцев. Возвращаясь к финской хартии, одни из главных пунктов, на которых мы фокусировались, это, естественно, жесткое функциональное зонирование городских территорий. Позже это будет показано на плане схемы микрорайона номер 6, который был создан лично нами, так как доступ к архивным материалам нами не был получен. И очень важный момент здесь, очень важный момент, афинская хартии — это высокий, свободно расположенный в пространстве многоквартирный блок. На фотографии мы видим жилой дом знаменитой киргизской 105-й серии, который является достижением проектного института киргизский прострой. Также очень важным пунктом в исследовании группы «Соцгород» являлось исследование ступенчатой системы обслуживания, которая сейчас формально учитывается в проектах, но ввиду современной ситуации, как я уже сказал, это является чистой формальностью, исследованию так называемого правилу. Итак, вначале следует разобраться, что такое ступенчатая система обслуживания. Ступенчатая система обслуживания в современных условиях есть набор общественных зданий и сооружений в пределах данного населенного места и представляет собой зону влияния, выражающуюся в радиусе обслуживания. Каким образом функционируется ступенчатая система обслуживания? Функционирует она по принципу сооружения, построения сети общественных зданий, взаимосвязанных между собой, и в эту сеть входят не только общественные здания, но в том числе и мобильные предприятия обслуживания. Существовала практика мобильных парикмахерских, скажем, или выезда мобильных комбинатов бытового обслуживания. И само понятие системы обслуживания в советской ситуации возникло в Центрально-научно-исследовательском проектном институте в 50-е годы, собственно, в тот же самый период, когда производились первые экспериментальные проекты. Итак, из чего же состоит сама ступенчатая система обслуживания? Четвертая ступень представляет собой пригород, учреждение эпизодического пользования, пансионаты, летние городки отдыха, пионерские лагеря, в основном предоставляющие систему медицинского или досугового обслуживания. Посещение такого рода общественных мест предполагалось с помощью транспорта. Третья ступень представляет собой городской центр. В нее входят учреждения эпизодического социального, культурного и бытового обслуживания, административные здания, специализированные магазины, высшие учебные заведения и прочее. Посещение предполагалось также с помощью транспорта. Вторая ступень — жилой район. Она также входила в нашу область исследования, так как шестой микрорайон находится в системе юго-восточного жилого района. Жилой район представляет собой систему учреждений первичного, повседневного и периодического обслуживания. Радиус обслуживания, как правило, составлял 1500 метров, что составляет 15-20 минут пешей прогулки. Здесь на схеме составлена первоначальная конфигурация селитетной территории юго-восточного жилого района, в который изначально входили микрорайоны с третьего по одиннадцатый. Чуть позже были достроены микрорайоны Асанбай и микрорайон номер 12. На этой схеме мы видим расположение шестого микрорайона. И сам шестой микрорайон содержит в себе первую ступень обслуживания. То есть представляет собой, он помимо жилых домов имеет, естественно, комплексы учреждений первичного и повседневного обслуживания. Школы, детские сады, столовые, радиус обслуживания которых составляет 500 метров, то есть 5-7 минут пешей прогулки. Нулевая ступень, жилая группа. Шестой микрорайон состоит из четырех групп, названных по сторонам света. И в нее входят учреждения первичного обслуживания. Сады, домовые кухни, прачечные детские площадки, радиус обслуживания которых, согласно СНИПа, 50-х годов, 70-х годов, извиняюсь, составляет 150-200 метров. Итак, школа, ну вот мы видим школу микрорайоню номер 6, их всего там две. Одна из них каркасная, другая крупнопанельная. Современный вид детского сада микрорайоню номер 6. И сейчас это супермаркет, но раньше это была столовая. Ой, извиняюсь. Собственно, вот сама схема, которую мы пытались найти в архивах, за которой была довольно большая погоня, но все это представляло большую игру. Ну, как бы нас футболили из одной стороны в другую. На схеме мы попытались отразить систему обслуживания. Микрорайон сам по себе предполагает наличие двух ступеней. Я надеюсь, видно, хотя здесь очень светло. Шестой микрорайон также был включен в проект уплотнения, в рамках которого на территории микрорайона были построены жилые дома серии 105, девятиэтажные дома, хотя изначальные дома жилой серии номер 464, которые в народе называют 104 серия, хотя это не связано никак. Ну, судя по всему, она шла, получается, все, что до 105, оно идет 104. Основные жилые дома 464 серии – это четырехэтажные, пятиэтажные. Мы встречались также с представителями домостроительных комбинатов, которые занимались строительством микрорайонов в целом, и в частности с Сафаром Сафаровичем Шафиковым, который был директором завода крупнопанельного домостроения, который очень подробно рассказал о экспериментальных частях этого микрорайона. Очень интересен тот факт, что жилые дома имели экспериментальные фундаменты сборные и также экспериментальную кровлю. Итак, и, собственно, сам проект микрорайона номер 6, он был разработан проектным институтом «Кыргызский прострой» в 1968 году, и строительство осуществлялось управлением капитального строительства и домостроительным комбинатом. Управление капитальным строительством занималось и финансовой частью, в том числе, а ДСК занималось, естественно, осуществлением проекта. Собственно, основные данные о микрорайоне нам удалось найти в экспертном заключении, которое, к счастью, доступно и сохранено, в отличие от изначальных документов. И микрорайон, естественно, он спроектирован, изначальное количество жителей, он был спроектирован на 11 300 жителей, хотя сегодня, естественно, эта цифра превышает этот показатель. Очень важный фактор микрорайона номер 6 является наличие большого количества зелени. В микрорайоне номер 6 расположена Ореховая роща, один из важнейших парков в городе Бишкек. Но интересен тот факт, что официально он называется парк Ореховая роща, хотя сам он включал в себя различные сорта, различные породы деревьев, и зеленые зоны включают Ореховую рощу, естественно, парк Акаций и Березовую рощу. Собственно, вот фотография. Вход в Ореховую рощу микрорайона номер 6. Парк Акаций. Также 6 микрорайон в 1954 году на Всесоюзном совещании строителей-архитекторов Никита Хрущев провозил курс на массовую индустриализацию, модернизацию и типизацию строительства. Это стало вообще причиной массового строительства в СССР. Но чуть позже, так как вообще индустриализация строительства предполагала выпуск типовых серий проектов, со временем стала возникать некая критика архитектурного облика жилых домов. И в рамках этого курса в 1967 году в связи с грядущим 50-летием Ленинского плана монументальной пропаганды был положен курс на все республиканские подразделения об активизации монументальной пропаганды, которая включала в том числе и спальные районы городов. В 6 микрорайоне расположена очень красивая мозаика спортсмены на торце жилого дома номер 10. Она выходит в парк Ореховая роща. Нам также был очень интересен автор вообще мозаик, так как весь юго-восточный жилой район изобилует большим количеством мозаичных панно на торцах домов. И, к сожалению, автор вообще такого типа, такого рода монументальное искусство, оно не предполагало никакого авторства. И строительство, ну, создание такого рода мозаик производилось строительно-монтажным управлением на самом заводе, на самих заводах, на самих ДСК. Но нам также стало известно, что у этих мозаик, естественно, был автор, но его имя неизвестно. Но мы знаем, что это был архитектор, который был нанят специально в штат сотрудников домострительного кабинета для производства именно этой деятельности. Собственно, 6 микрорайон представляет собой яркую модель социалистического города, которая соответствует разработанному архитектурному манифесту Ле Корбюзье. на основе которого мы ориентировались в процессе нашего исследования. Вообще, все наше исследование включало все аспекты тех элементов, которые и образуют эту машину для жилья. И современная ситуация этого микрорайона, конечно, в рамках проектов уплотнения, она, естественно, оставляет желать лучшего. И я думаю, сейчас вообще сама эта фотография демонстрирует яркий пример рекламной площади торцов домов, о которых говорила ранее Оксана Шаталова. На этом все. Моя часть закончена. АПЛОДИСМЕНТЫ